Но оставалась такая незыблемая метафизическая сущность, метафизическая советская идеология, именуемая дружбой народов, созданием вот этого наднационального общества, в котором плавились национальные предрассудки, национальные границы, сливались во что-то единое, целое национальные культуры, языки, верования. Вот по этой общности был нанесен страшный удар. Этим ударом был Карабах. Карабах, когда с невероятной лютой ненавистью друг к другу проявились армяно-азербайджанские отношения, противоречия, тлевшие в глубине советской действительности, в глубине толщи советской идеологии. Там они были замурованы, там они тихо дышали. Там мальчик из села из Карабаха носился весело по просторам Армении и Азербайджана. Были вечера и фестивали Азербайджана-армянской дружбы, которые вдруг кончились и превратились в резню, в грохот орудий, в вой пикирующих самолетов, в пожары, насилие. Когда я был в Армении, незадолго до этой катастрофы, там есть такой городок Кафан. Милый городок с троллейбусами, с чудесными домами. Армянский городок. И в этом городе и в окрестностях Кафана тогда жили азербайджанцы, целое поселение азербайджанцев. И уже тогда я понял нарастание каких-то глухих недовольств, противоречий. Армяне роптали на азербайджанцев, винили их в том, что они захватили их землю, что они пользуются их водой. Это кончилось тем, что совершилось изгнание. Было изгнание кафанских азербайджанцев. Армяне сгнали их с этой территории. Это был трагический исход. Это была первая такая этническая чистка. Когда азербайджанцы, дети, матери с грудными детьми, старики, мужчины, они шли через перевалы, через снега, падали, замерзали. Они ушли с этих насиженных земель, своих поселков, своих садов, ушли в Азербайджан. Поселились там кто как, кто где мог. Некоторые из них поселились в Сумгаите. А Сумгаит был городом лимитчиков, городом отчаянных людей, городом, в котором на этой химии сумгаитской расцветал криминал. И туда, в это, с копичью людей, пришли несчастные изгнальники, которые породили взрыв такой вот национальной ненависти к армянам. И эти сумгаитские волнения, резня, это избиение сумгаитских армян, эти страшные насилия, когда терзали женщин, когда вешали, когда резали, рубили, когда втыкали колья в животы беременных женщин, это было порождение вот этого изгнания, изгнания этих кафанских азербайджанцев. А потом начались бакинские события. А потом начался Карабах, когда армяне решили отделиться от Азербайджана, отнять у них эту традиционную азербайджанскую территорию. С центром в Сипанакерте и началась чудовищная война. Война, которую Горбачев не остановил. Война, которая отнесся как к чему-то чуждому центральной власти. Он сказал, что пускай эти противоречия устраняют сами находящиеся в состоянии войны республики и народы. Это была, конечно, чудовищная ошибка или преступление, потому что смысл союза, смысл центра был в том, чтобы он интегрировал все противоречия, чтобы он брал на себя ответственность за целостность, за мир. Этой ответственности Горбачев не взял на себя. Иргавил страшная война, вокруг которой шло стремительное разложение всего, что называлось союзом. Была империя, как красочная брошь. Сверкал рубин в серебряной оправе. Теперь в крови Степанакерт и Ош, там нож и пуля бал свой правят. Я приехал в Ереван в период, когда уже по Еревану копились огромные толпы людей, винили Азербайджан во всех грехах, требовали возмездия, требовали отделения Армении от СССР, потому что СССР не в состоянии решить проблемы Армении. Там я познакомился с генералом Макашовым, который был в штабе военном. Он служил тогда в Закавказском военном округе. Они мне дали машину, я на этой машине проехал по армянской территории, попал в Сумгаид и видел эту драму. Драму, когда русские наемники, наемники советской армии, за деньги, потому что армию уже не платили зарплаты, за деньги воевали, одни на стороне азербайджанцев, другие на стороне армян. И эти летчики, и эти десантники, и эти пленные, которых закладывали в эти гигантские баллоны от КамАЗов или от Кразов, их заталкивают у этих раненых пленных, и потом поджигали эти баллоны, и они там сгорали. Там были чудовищные зверства с обеих сторон. И там я встретился опять с удивительным человеком, с тем, с кем познакомился еще в Афганистане, с Виктором Петровичем Полиничко, могучий партиец, такой настоящий красный коммергер. Там он был советником на Джабулу, и в его руках была колоссальная власть в Афганистане. Без его слова не решались никакие ни политические, ни военные проблемы. Я там увидел его вновь, он был вторым секретарем партии, и он воевал в Карабахе. Он получил гранатометное ранение, был оглушен, продолжал воевать. Я помню его глаза, несчастные, печальные, глаза утомленного человека. Как он сказал мне тогда на ходу между операциями, я нуждаюсь в помощи, помоги мне информационно, помоги мне. С 80-х годов я приехал в Баку в составе антикризисной группы, которую сам же и создал. Мы тогда приехали для того, чтобы все-таки этой умной, коварной лужи противопоставить что-то конкретное и не столь элементарное, как то, что делал официоз. И так я приехал в Баку, где разворачивались события, совершенно не имеющие никакого отношения ни к официозу, ни к тому, что пропагандировала наша демократическая оппозиция. Что именно створялось? К примеру, могу вам со всей ответственностью сказать, что когда зверски убивали, предположим, армян в начале Гаити и, так сказать, издеваясь над ними, осуществляли некие ритуальные действия, то делали это не азербайджанцы, а делали это вообще люди со стороны, нанятые представители международных структур, частных. Мы этих представителей просто знаем по именам. Мы знаем, каким структурам они принадлежали тогда и каким структурам они принадлежат теперь. И эти люди убивали армян, подключали к этому делу азербайджанцев, потом убивали азербайджанцев, подключали к этому делу армян, потом сталкивали азербайджанцев армян и начиналась вот эта управляемая напряженность, при которой с двумя довольно образованными народами, учитывая их непростую совместную историю, играли так, как с племенами зоусов и их противниками, как с африканскими племенами.